Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Александр Святок. Сегодня я расскажу вам о долгожданном ноже для многих. Это ножик от Веспы. Это реплика знаменитого в нашем ножевом сегменте, в нашем сообществе, вот такого асимметричного. Чем вообще интересен нож? В первую очередь своими размерами, дизайном и исполнением. Оригинал стоит порядка 600 долларов, если не изменяет память, а может и больше. Тут уж каждому решать. Вот такую реплику заказал товарищ, спросил привезти. Говорит, а не вопрос, закажем, найдем, приедет, поглядим. Что хочется рассказать? В первую очередь давайте по ТТХ пройдемся, чтобы было интереснее, скажем так, да? Так, чтобы вам такого про него рассказать. В первую очередь нож действительно не маленький, такая складная сапля. Сравнить его... Ну, хорошо, давайте. Длина клинка 110 миллиметров, толщина обуха 4 миллиметра, столько на НС-35ВН. Как вы можете видеть, обработка сатин, титановая клипса, довольно глубокая, я бы сказал, скрытого ношения, то есть нож полностью прячется в кармане. В меру жесткая, но мне бы хотелось, чтобы она была пожёстче, потому что так себе. Толщина рукояти 12 миллиметров, длина рукояти 132 миллиметра, вес примерно 123 грамма. То есть, действительно нечто. Сейчас мы замеряем его сведения, потому что нож интересные такие ТТХ имеет. Думаю, многим будет интересно посмотреть, что там у него внутри напихано-то. Так, ну, примерно вот 0,4-0,5. 0,5 скорее. Все хорошо, но есть один нюанс. Честно, могли бы немножко лучше заточить. В некоторых местах, то есть, тружку-то он снимет, но вот режет он так вот не совсем уверенно. Не то, чтобы он спотыкался сильно, но вот хватает в такое впечатление, что они заусениц не убрали. Хотя, то есть, нарез такой довольно средний. Геометрия прекрасна, то есть, спуск считается, что от обуха на этой стороне. И вот здесь, видите, немножко оставили такого мяса. Ну, недаром нож называется асимметричным. По ощущениям в руках, если у вас руки нежные, ну, я образно говорю, да, то, может быть, будет где-то наминать некоторые острые грани. То есть, на карбоне или на титане или же, допустим, на обухе. Потому что, действительно, везде проскакивает эта вот асимметрия. Тут, тут, тут. Все-все-все такое рваное, резаное. Очень неплохо. По своей эргономике нож на хорошем уровне. То есть, вот его размер. Ну, с чем его сравнить? Ну, давайте со всем знакомым и привычным ножом на Милитари. Милитари, я не знаю. То есть, ну, ни в какие ворота по сравнению с клинком не идет. То есть, можете глянуть просто на режущую кромку. Тут сразу видно хуис-ху, да. Вот контегуа, казалось бы, тоже не маленький нож, но этот у него выигрывает. Дело в том, что такого строения аксиса, что фрейм у него будет немножко подлиннее выигрывать при том, что осевые у них расположены, ну, примерно на одинаковом уровне. То есть, вот я могу совместить их, смотрите, да, клиночек реально щитка длиннее. То есть, где-то на сантиметр поболее. Вот так. Ну, и плюс форма, конечно, здесь дает максимальную режущую кромку. Вот. Так что, в принципе, нож очень интересен. Давайте, что у нас там еще? Такой бай. Вот эндурка есть. Вот эндурка вообще маленькая смотрится, такая кроха. Хотя клиночек довольно длинный. Вот. Можно еще эта баргана рядом бросить. Будет уместно, да? Потому что барган уже что-то близкое. То есть, видно, да? Нож неплохо сделан, я бы сказал, очень хорошо сделан. Дело в том, что почитав некоторые отзывы, я понял, что оригинал сделан чуть-чуть хуже, нежели эта реплика. Особенно на месте осевого узла. Даже так бывает. Я фотографии потом прикреплю. Надеюсь, да, я их возьму из обзора у Олега Свободы. Ссылочку на его обзор оставлю внизу. Вот он мне, 123 грамма. Рядом с этим, смотрите, мили 3D. Бэк. 127 грамм. То есть, мили тяжелее этого. Шикарно. Ну и контегра, соответственно, 160. Так что, можно делать выводы. Но с другой стороны, здесь вот, если мы уже держать, допустим, в перчатки, то комфорт отличный. Механика и все остальное шикарная. Грани, которые вот здесь не убраны. Ну, я не знаю, может, скорее всего, это фишка такая. Но, честно, можно было бы доработать. Так, такое небольшое мое личное мнение. То есть, никому его не навязываю. Да? Обращаться с ножом очень комфортно и приятно. Перчатки или без правой или левой рукой. В принципе, разницы особой нет. Флипует замечательно. Клиночек очень тяжелый по сравнению с рукояткой. Поэтому баланс очень такой правильный. Да? Вот он. На подпальце выемки. Я его поставил. Вот и перехватил. Сатин. Красивый, хороший сатин. Но марки, зараза. Чтобы, конечно же, смотрелся лучше и практичнее столом Гош. Во всех же остальных, скажем так, характеристиках и ипостасях нож мне понравился. Не совсем понял момент вот с этой вот штукой. Да? Имеется ввиду такая темлячная боночка, что ли? Втулочка. Ее бы закрыть, но не знаю, правильно или неправильно. Есть такое впечатление у меня, что при некоторых вариациях узлов, то есть, клиночек может порезать, собственно, это все добро. Единственный минус, наверно, для меня это все-таки клипса. То есть, она слишком глубокая и такая чутка расхлябанная. Потому что она довольно в большом расстоянии находится от сгиба. Поэтому может немножко подгуливать. Интересное решение с ограничителем фрейма. Ограничителем фрейма у нас одновременно и ответная часть осевола. Вот здесь. Тыц. И никуда он не уйдет. А, сейчас я протру его, посмотрю внимательно на карбон. А, вот она, салфетка. Я еще переживал о том, что будет тяжело его раскрутить. Но вот эти проточки довольно глубокие. И шлицевая третка сюда помещается. Карбон довольно неплохого качества. Я бы сказал, даже хорошего качества. Пупырышков воздуха, каких-то рыпин я не вижу. Обработка тоже хороша. Но, опять же, острые углы. Это уже, наверное, надо будет дорабатывать. Керамический шарик. Виден сухарь. Подшипник здесь керамический. В пластиковых обоевах, насколько мне помнится. Я думаю, сделаем разборочку. Посмотрим, что и как с этим ножом. Титан с одной стороны. Видно, что выбит номер. Клипса крепится с обратной стороны плашки. То есть, снять ее так, без разборки ножа не получится. Бэкспейсер. На спине нож не стоит. Вот он, грин. Неплохо, очень неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Марочка стали выбита лазером. Вот она, S35VN. Замечательно, на самом деле. То есть, ну, в принципе, да, вот, если бы мне предложили такой нож поносить, я бы не отказался. Довольно неплохо. Тем более, что карман абсолютно не тянет. Хотя, для меня, наверное, 4 миллиметра обуха, ну, немножко перебор. То есть, три соловиной, три, это вот то, что я люблю больше. Хотя, при таких габаритах, то есть, вполне, вполне нормально. Ну что, пару фотографий и разберем нож. Давайте поглядим в форте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Камера старая. Нужно, вот, если все нормально пойдет с новыми ласточками, то на вырученные деньги куплю новую камеру. Зеркалка уже совсем никуда. Может, какой-то лайтбокс соберем. Ну что, давайте это дело разберем. Посмотрим, как и что, с чем его едят. В первую очередь, мы немножко ослабим эти винтики. Их тут всего лишь два, которые держат и бэкспейсер, и плашку. А теперь попробуем поиграться с шлицевой отверткой и вот этим добром. Ну, давайте начнем вот так. О, все довольно-довольно-довольно-таки интересненько. Развинтилось прекрасно вообще. Зашибись. Угу. Так. Ага, вот они, подшипнички. Зашибись. В клиночке есть проточечка, куда эти подшипники прячутся. Шикарно. Так, вот она рукоять. Видна смазка, да? Надеюсь, видно. В общем, еще придется ТО делать. Так, возьмем ватные палочки, возьмем шалфетки и все это дело организуем. Правильно? Правильно. Ну что ж, пожалуй, разберем рукоять. Вижу, есть стальные проставочки, что не может не радовать. Ага, отпускать не хочет. Все, я понял, в чем моя невнимательность. Судя по всему, это все дело крепится вот так. То есть, я думал, немножко наоборот, но да ладно. Вот так вот. Получается, что бэкспейсер у нас связующий звено, да? Да. Прекрасно. Кстати, подгонка очень-очень даже. Судя по всему, если не в одном цеху, то в соседних делают что-то оригиналы, что реплики. Так. Теперь, как нам это разбирать-то? Есть ли вообще смысл? Ох, такой какой. Пробуем расшатать немножко, дадам ничего не... Оп, аккуратненько. Очень-очень шикарная подгонка, конечно. Видим, плашка номер 220. Я не знаю, что там на других плашках. Надо будет глянуть на обзор Олега. Оп. Да! Конечно. Ага. Какие-то маркировочки видны. Ага, 220-я. Или это 270-я? Это не 220-е и 220-е. Я так понимаю, что это всё ещё и номерное. Ну что я скажу. Молодцы китайцы. В очередной раз снимаю шляпу. Так. Отложим это дело. Где же, где же, где же, где же? Где же, где же? Есть у меня магнитик. И сейчас мы при помощи этого магнитика извлечём вот это. Стальные шайбочки. Ну всё ровненько. Поверхность ровная. Это мы вытрем. Тут бяка не нужно. Потом смажем чем-то хорошим. Допустим, блюлубом. Так. Это есть. Тоже обратная сторона карбона. Видите, да? Всё-всё хорошо. Как это называется? Вакуумная инфузия. Оп. Клипсу снимать не стал. Толку с этого нет. Стоит, да и стоит. Аккуратненько. Сестра, зажим. Сестра, тампон. Убираем. Убираем бяку. Интересно. Вот это место, я так понимаю, для того, чтобы можно было немножко сильнее его отжать и ушёл шарик. Кстати, довольно неплохая придумка, господа. Мне нравится. Это, наверное, всё-таки придумки Алексея, да? Канегина. Акара-тотой, который китайцы просто сидел, повторили. Вот. Фотографии разобранного ножа. Тоже вставлю в конце, но сам фоткать не буду. Попользуюсь обзором Олега. Сухарь можно снять. Давайте посмотрим, с чего у нас сухарь. Сухарь у нас стальной. Клиночек, кстати, он не залипает. Это боночка стальная, тоже стальная. Видно, да, как проходила фреза. Так, это мы закончили. Теперь клиночек. Давайте поглядим. Керамические шарики на пластиковой основе. Иди сюда, и иди сюда. Бяка. Грани острые, конечно, но ничего. Так, теперь давайте взглянемся к этим. Вторую смазку уберем. Давай будем пользоваться. Правильно? На живой манере. Непонятно какой. Такс. Часто спрашивают, где можно купить Blue Loop. Ребята, Blue Loop мне подарили. Человек его со штатов заказывал и мне вот баночку презентовал. Вот. В наших магазинах они иногда встречаются, но цены там такие серьезные. Иногда проще просто со штатов привезти для кому-то к заказу присоединиться. Когда будут ребята заказывать. Вот. Это тоже мы сейчас размажем чутка. Вот так. Есть. Ну что, соберем, пожалуй, это добро до кучи. Соберем. Напоминаю, что это у нас асимметричный реплика от Vespa. Китайская контора занимается производством реплик. В общем, качество очень-очень хорошее. Все пропало, шеф. Не дуржак, блин. Так, ладненько. Сейчас еще сюда фугану смазки, дабы они не вываливались. Видите, как они хотят держаться. Хай держится за счет поверхностного натяжения. Есть, да? Прекрасно. Так выглядит у нас бэкспейсер. Сейчас мы будем собирать потихонечку. бэкспейсер. Тихо-ша. Держимся. Никуда не уходим. Вай-вай-вай. Убежали. Так. Что-то ты меня мучаешь. Лучше. Попал. Угу. Так, сильно не стягиваю, дабы не было у нас проблем с тем, чтобы установить нормально часть с клиночком и подшипниками. просто так намечаем. Кстати, довольно неплохо фрейм так поджимается. устанавливаем подшипнички на клиночек. То есть, благодаря смазке они выпадать не должны. И сейчас аккуратненько оп, это все дело сюда размещаем. Берем ответную часть и сюда аккуратно ее выставляем. Так. Это там мэк, мэк, мэк. Есть. Попал. 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 Теперь мы все это добро провернем до определенного уровня. Так, ладненько. Добава у нас ничего нигде не заклинило. Это у нас есть, да? Хукай. Тоже соберу уже. Чтобы не было перекосов. Да, так, чтобы ни у кого не было вопросов, я, конечно же, спросил разрешение на подобные действия у хозяина ножа. Сейчас мы будем доставлять это дело как и должно. Да? Да, есть. Мы можем его немножко отогнуть и он закроется. Все прекрасно. Затягиваем обратно. Мусор. Субтитры сделал DimaTorzok так есть и теперь немножко потянем осевый прекрасно все пленочек по центру он летает кстати стал работать лучше с того что я чувствую если люфтов как не было так и нет в общем если вы любите большие лыжи которые мало весит то этот нож для вас сейчас мы вычистить его клиночек это вот уж я пальцами своими залапал убрать рекомендую до ганекс оружейное масло нейтральное часто спрашивают ребят любом оружейном магазине ганекс есть еще вот такой баллистол но он щелочной и он на более натуральный склонен к образованию геля поэтому лучше пользовать вот такой вот если какие-то натуральные деревянные части надо или что-то еще то можно это сидела баллистолом обрабатывать кстати даже рано заживляет есть интересное свойство у него однозначно приятный нож чуть-чуть меня вот подвела не подвела расстроила немножко вот за . а так мы все очень хорошо то есть придраться реально не к чему ну грани гранями это все дело поправимое при наличии любого точильного инструмента любого камушка белого спайдерка все грани можно аккуратненько скруглить я не говорю уже там про специализированные бормашинки да и так далее то есть вот что мы получили на самом деле я я доволен я не ожидал что будет нож такой интересный вот фотографии разбора олега этого ножа ставлю дальше надеюсь олег не обидится как бы прекрасно все хорошо все собралось до кучи времени заняло немного в руке лежит хорошо комфортно ручка большая прекрасно с вами был александр святов мы рассматривали нож который называется асимметричный от дизайнера рататуя алексея комедина прекрасное изделие которое собственно подделали ребята известны собственно оригиналы тоже в китае производится это не для кого я так понимаю не секрет если можете секрет то секрет поле шинеля чем надеюсь было интересно фотки в конце ссылку на обзор олега оставлю ниже кому интересно почитайте с вами был святов до свидания пока до встречи и и Продолжение следует...